коллектив всем привет сегодня у нас окраска многослойный переход почему многослойный здесь надо под грунтовать макарячком в переход потому что до ребра под спойлер краска и лакировка 3 перехода это полняк 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 неинтересно спойлер и это черным будет отдельно поэтому такое самое интересное у нас работа заключается вот здесь там в проеме там на резинка вставляется в паз поэтому ничего не выклеиваем думаем прям сколько зайдет чем больше зайдет тем лучше потом переходик здесь делаю под парашютик тонкий тут без вариантов уже ничего не остается пороги будут заново черным переделываться поэтому это уже на потом оставляем все обезжирено несколько раз обезжирена вот эта полка под бумагой на пленкой не заклеена чтобы когда мы расклеиваемся под переходной растворитель там все было чисто и самое главное чтоб оттуда мусор никакой не сыпался это очень важно липкой салфеткой все протираем неоднократно обдуваем и сейчас будем заклеиваться клеится в ребро скотча то есть вот вот так вот нельзя будет видно можно приклеить поролоновый валик но у меня нету плоского хорошего поролонового валика кюри финиш который есть у меня остался маленький кусок тоже не хватит поэтому обычный как бы перчатках неудобно делаем заворотики много видосов на ю тубе криво пошел много видосов на ю тубе на эту тему есть поэтому я тут распыляться на это не буду без перчаток удобнее это делать заворачиваем скотч виталька автокар по-своему это делает я об коленку научился мне так проще такой делаем миллиметра 3-4 сильно в упор его можно сделать вообще там будет завернут миллиметр сильно в упор делать не надо тут нужно оставить хлястик чтобы он телепался это у нас туда так сказать попадал и не попадал одновременно лак то есть скотч делает неполное прилегание к старому лакокрасочному давая возможность свежему лаку под вот этот вот хвостик как бы попадать но тем не менее не оставлять никакой жесткой 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 прямо линии есть и еще один такой же лопух приклею чтобы у меня краска прямо на это ребро не попадала потому что тут близко красить я просто его ниже свешу она будет останавливаться где-то доходя до низа кстати недавно канал с прибалтики он показал короче он показал недавно видео на инсигне по моему что делал у него под три вроде или два или три валика он клеил он четенько вообще красиво объяснил что зачем и там гораздо сложнее само ребро было для перехода посмотрите у него реально человек прям постарался объясню здесь у меня попроще ребрышка поэтому тут и вариант попроще все этого достаточно у меня прям под самый самый вот туда подверг даже если что-то и как-то попадет она не сможет проникнуть под ту часть где у меня уже будет переход по самому лаку идти все то же самое сейчас делаем с другой стороны а тут как бы смысл тот же но тройной объясню почему тройной по лаку у меня переход будет вот здесь потому что спойлер тут загибчиком мне нужно закончить там где спойлер заканчивается по лаку вот здесь будет заканчивается переход по базе над ребром этим по по грунту еще надо ниже сделать то есть процедура абсолютно тоже только тут надо длиннее сразу закатывать это что такое вообще в маленькие тягивица ты смотри что-то у меня сегодня херово валик эти клеится бляха когда хочешь пошире только получается узкий когда надо поуже получается широкий вообще есть специальные машинки для закатки вот так вот скотча на нее одевается скотч и он его накатывает так у меня такой машинки нет я видел как она выглядит но к сожалению тут я в принципе могу как бы не клеить этот скотч потому что это все закроет спойлер но дабы не получать жесточайшей линии на переходе все таки вот так вот сделаем 1 заклеил сразу дырочку до вас теперь под базу примерно такой же ширины плюс-минус давайте сразу и под грунт уже накатаем накатать этой фигни можно заранее потом смотать обратно типа валик его и использовать так это у меня будет под отдайся под базу меня и под грунт под грунт с капюшоном прям совсем с капюшоном чтобы оставить себе хоть какой-то зазорчик на краску и вот как раз сейчас в тему этой всей темы обсужи обсужу с вами такой момент когда клиент говорит да шо тут до ребрышка покрасить багажник многие кто говорят да тут ну блин это же половина элемента ну окей чувак половина элемента это если захерачить его под скотч в тупую не выклеивается вот это не переходики ничего этого не делать он просто под скотч захреначил снял и отдал тогда да это половина элемента но с такими выкликами потом перетирочками все это под полировочку полировочкой всем остальным поэтому когда у меня спрашивают вот так вот сделать сколько будет стоить я говорю багажник целиком сделать будет стоить столько же сколько вот эту половину грубо говоря но если делать по-нормальному как-то так так здесь мы сейчас от грунтуем ся в любом случае я буду еще подтирать поэтому не исключено что скотч под базу я еще переклею процедура по стандарту кислотная салфеточка так смотрим где мы тут а что ты так завернулся а у меня друг не дела подтираю там где буду тут я буду как с баллончиками вот чик-чик-чик тоненько чисто по протирам потом подотру не хочу всю крышку грунтовать целиком смысла этом нет по поводу кто спрашивает вот если там протир а вокруг уже грунт или еще что-то тирануть ничего страшного не будет только подождите пока он подсохнет ну тут понятно тут целиком сейчас оптимальнейшая температура 21 градус красотища на улице в середине лета осень началась салфеточку если она еще живая она еще живая убираем какой-нибудь пакет герметичный зиппер и все грунт по пластику то есть пока у меня тут будет все по межслойки идти можно будет протирчики пройти пропылить все и потом навалить на эти детали мокричок так 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 а еще замечание важное по поводу пленки мы так смело клеимся на капоты крыши еще что-то когда пленка нормальная не пропускает через себя растворитель если брать дешманскую пакетную пленку вот так вот полили и у вас потом вот такие контуры непонятно чего будет на капоте и вам придется это дело все полировать подождали 10 минут у нас тут все подсохло телечок можно было бы полностью грунтануть вот так и и и и и и Продолжение следует... 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 Переворачиваем. Все. Заряжено, готово. Отсюда капать точно ничего не будет. Так, здесь выклеились. Давайте начнем отсюда. Сначала закручу факел почти в точку. Подачу сделаю на один оборот. И давление полторы. Небольшой такой факел, чтобы вот здесь в кармашек не покрасили. Заодно торец хорошо сразу прокрасываю сюда, вовнутрь. И здесь красим сверху от линии скотча. То есть не под скотч, а сверху. Продолжение следует... 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 Тут та же фигня. Так, тут первое слово лака наброшено везде. Перемещаемся туда. Туда и сюда. Перемещаемся туда. Перемещаемся туда. Перемещаемся туда. Пока что не делаем ничего. Ничего не снимаем, никуда не пшикаем. Ждем минут семь. И наваливаем второй слой. Видите, как багажник курит из отверстий. Красиво. Продолжаем. Продолжаем. Добавляем. Красиво. Добавляем. Продолжаем. Продолжение следует... ЛПХ-80 Минник Дюза 1.2 Здесь переходной растворитель Снимаем Скотч Делаем пару пшиков в сторону Смотрим какой нам нужен факел Сколько подачек Дать Давление больше двух Тут не нужно А, извиняюсь Чуть не тупанул Я же специально клеил бумагу Для того, чтобы Снять время Еще есть Межслойка на отлип у этого лака Длительная Этот слой будет открытым Минут Десять точно Снимаем все вот эти наши Скотчи Просто если сейчас Пшикать Переходным растворителем Он сделает по вот этой бумаге Некрасивую линию Которую Потом надо будет дополнительно Подполировывать Смысл в этом нет Никакого Поэтому Поэтому я и говорил Что тут должно быть Все хорошо почищено На этой плоскости Чтобы сейчас У меня Оттуда не вываливался Мусор И примерно Вот так это выглядит Эх ты Тут тоже На всякий случай Хоть тут и спойлер Размою Потому что уголки у спойлера Так или иначе Выступают Чуть-чуть Точнее Не выступают А не доходят Чтоб можно было Пильнуть Что тут Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и потом его можно, если что, сполировать Достаточно либо Инфракрасной сушки Минут на 20 Либо температурной сушки Минут на 40 Либо естественной сушки Ну хотя бы 2 дня И тогда беспроблемно полируется все Ну что, продолжим Выгнали меня с бокса Потому что там пыльно, шумно Грязно сейчас Надо полирнуть переходы Переходы получились просто персик Есть чуть-чуть ссор Поэтому Что у нас имеется В нашей сидушке Нам нужен, как обычно Телеблок На котором наклеены 1200 и 800 Здесь 1500 И вот это все-таки 2000 зеленый бафлик Потому что там много мнений 2500 Нет, общался именно Паковок, кстати, ребят Но это 2000, говорит Никаких не 2500 Что мы сейчас сделаем Сорт тут не крупный Тут какие-то микро Микро-микро что-то Поэтому я 1200 Вот так тирану Просто себе Показать, где они Чтобы я не пропустил Когда буду тереть полторашкой Зачастую в районе именно перехода Когда расклеиваешься Что я говорил В момент заклейки Что хорошо Должно быть чисто Обезжирено Вымыто Потому что с этой зоны Сыпется мусор Когда начинаешь работать И он мелкий Он вот именно Вот этот подпленочный Мелкий ссор Он убирается легко Но он такой некрасивый Противный, некрасивый Так И вот так Камера, наверное, вам и не покажу Этот ссор Я просто покажу Вот количество перетертого Они очень мелкие И вот даже на глаз Так особо не бросается Не видно То есть если машина Выгнает на солнце Этого не будет видно Этим, кстати, многие пользуются Когда сдают машины На улице Потому что под лампой Всегда можно найти что-нибудь Вот прям Загоните машину Под прямые лампы И даже на вроде бы Идеальном открасе Можно столько всего найти И вы просто прозреете Именно под прямые лампы Не под обычные Вот эти вот Как они? Как туманки Которые светодиодные Тем более под лампы Накаливания старого образца Под них Видно только цвет А вот все дефекты Только на прямую лампу Ну, либо какая-то Прямая линия Вот я относительно Вороти на себе смотрю Ловлю прямую линию На ней Выискиваю Чего, где Полторушкой Просто пробегаю Разматываю дальше Рисачок С нее надо Периодически Снимать Потому что Она настолько тонко снимает Что Сама на себя Налепливает Лак Причем не важно Это может быть Как заводской лак Он тоже будет Залипать Подлипать Так и ремонт То есть Это не в высохшем Не в не высохшем лаке Проблема А в том, что Просто так Наждак работает Но она трет Идеально Она не царапает Она гладко все снимает Теперь По самому переходу Я тут пройдусь У меня с краешку Подскотч Чуть-чуть Лачок попал Больше, чем мне хотелось То есть Я снимаю Именно Лачок С заводского лака Его видно Как он снимается Видите Вот этот контур То есть Вот тут уже пошел переход А тут на старом лакокрасочном Лежит маё лакокрасочное То есть Это надо стереть Машинкой просто стереть Это опаснее Там не видно матовой зоной Можно протереть Дырбочку Все Дальше его нету Берем Двушечку И делаем вот так И по самой зоне Ребра перехода Точно так же делаем Больше на переходе делать Ничего не нужно Потому что он Хорошо очень получается Без каких-либо Подвохов Здесь двушка Размотовываем пошире Не стесняемся Задача Сбить риску Если видно что-то Из недотертое Еще раз проходим А этот наждак Не убивает шагрень Он ее вообще никак не меняет То есть Шагрень как есть У нее так и обрисует А этот наждак Не пилит мусор То есть Если сарина есть И вы пытаетесь им Запилить Нет Она не подрежет Уже даже вот это Хреново подрезает сарину Ну если какое-то Совсем мельчайшее Да Оно ее возьмет Но если что-то крупное Вы ей горб сделаете Из сарины Она не будет Такой остро Ярко выражена Но это будет как бугор Как будто сарина Под лаком Закрашена То есть Режет только На толикате На жесткой поверхности Крупный наждак Крупный это 800-1200 Это более-менее крупный Ну 1200 уже даже Не так режет Сколько Просто дочищает Все У нас здесь Готова Под полировочку Так вот еще Встал Отошел Поменял угол обзора Нашел Вот здесь Она очень маленькая Чисто полторашечка И тут И тут И в кратерок Или не в кратерок Нет кратера Тут вроде не было Но такое ощущение Что я что-то туда капну И все Подполировываем И дальше Полировка У нас пойдет Картек 3000 Тоненькую такую Полосочку Кида Я сразу буду полировать Все что тут есть Но Постепенно Дальше Машинка 15 миллиметров Орбита Эксцентрик Круг 135 Извизор Белый мех Здесь у меня Воздуха с собой нет Чтобы торнадором Продувать Поэтому Беру грубую щетку Такую грубенькую Ну сейчас Круг чистый Блять А участник чистый Чтобы можно было Круг Вот так вот Очищать Если нет воздуха Рядом Либо же Нет возможности Пылить Всякое бывает Щеточкой Пасту Можно будет Всю полагонять Это чуть дольше И сложнее Но Если альтернативы Нет То так Поехали Я разношу Пасту Кругом Ну мне так удобнее Иначе на круге Вообще Точечно Залипает И не работает Так оно хоть как-то По кругу Распределено Ну Более-менее Раскидано И будет По моему опыту Будет чуть лучше Работать Нежели Когда мы Потыкали Исключительно На круг Исключительно Вал query Сварительно Пат minor Исключительно Увер würde Уверен Исключительно Социей Продолжение следует... Продолжение следует... Паста начинает подсыхать и на детали, и на кругу, и она, в принципе, перестает работать. Можно, конечно, елозить дальше до сухого, абсолютно сухого, но толку этого уже не будет, по сути, никакого. Но лучше вытереть это все, посмотреть, я сейчас возьму специальную жидкость, покажу, посмотреть, что получилось, и решать. Продолжаем дальше, еще раз накидываем пасту, либо же хватит этим кругом работать. Есть вот такая вот штуковина, 49 номер, у Автомэджик, вабрикант. Он служит для смывки остатков полироля, не просто ее вытереть, а именно вымыть. То есть, если где-то в риске есть недополировка, и там паста сейчас находится, просто вытираем, и это сразу не увидим. Мы это увидим только после того, как вымыть. Вынимаем это либо химией, либо физически несколько раз протрем. Но так гораздо быстрее. Эта паста и охлаждает, если, допустим, мы полировкой нагрели элемент, да, сразу тереть его нельзя. Ну, просто нельзя, вы посарапаете лак. Попшикали это штуковиной, влага охладила побыстрее. И вот я сейчас там в углу недополировал, потому что туда тупо пасты не положил. И сейчас покажу, что там это дело видно. И вот еще я сейчас вижу, где я недополировал. Значит, смотрим. Тут поверху все красиво. Нету ни рисочки, ни намека, ни на что. Здесь, ну, я тут почти не полировал, видно матовость. И вот здесь вряд ли вам будет видно, но четко видно, где я вот тут тер, и где я вот тут тер. Все. Во всем остальном, можно, конечно, коснуться, чуть-чуть еще пролететь, пробежать, тирануть соседнюю деталь. Просто, чтобы она тоже чуть начала блестеть, хотя бы вот эта верхняя часть. И, по сути, мы тут закончили. Точно так же я себе, как индикация, наношу, где мне нужно тирануть, чтобы... А, вот еще. Вот, сейчас увидел. Давайте все еще раз пробежимся. То есть наношу и дотираю. Хотя, в общем, казалось, что все хорошо. Хорошо. Продолжение следует... 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 это у меня вот идет переход спойлера уходе закрывает он просто покажу да и сам попробую ваш интересно через мягенькую проставочку сама подошва на машинке жесткой у нее стандартный крючок по длине а для полировки на эти наждаки используется очень мелкий крючок чтобы даже если этой штуковины попадете вы вдруг вы не поцарапали лак это очень важная как бы тема ну да конечно по скорость по скорости жир эта машинка я думаю будет интересно надо ее пробовать именно на подготовке там где перебивается грунтец что-то подтирать легенькая наждаками где-то так 400 600 800 мне кажется будет самая тема принципе на полировки да если вы полируете много но плоскость надо перебить вручную это тяжело этой машинкой будет конечно круто быстро и удобно я же подтирают у меня есть какие-то соринки да не знаю уголком ее давить смысла нет я вручную спокойно это делают попробуем я узнаю сколько точно по времени она у меня будет попробуем в разных ее направлениях и так а так собственно все у меня переход готов давайте полирнем давайте полирнем условия максимально приближены к сараю полирую вообще там где обрабатываем автомобиль максимум она 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 Продолжение следует... Охлаждаем и вытираем. Ещё из плюсов эксцентрика – это отсутствие прямой направленной риски. Прямую риску выполировать сложнее, чем эксцентрик. Отсюда будет быстрее сама выполировка. Но это когда надо большую площадь. Я сейчас не говорю «Ух ты ё!» Та вообще персик. Персик-васа. Гораздо быстрее, конечно, выполировывается после машинки. Ручная я бы дольше полировал. Потому что, опять же, прямая риска. Гляньте на переход. Гляньте. Пушка. Как по мне, так пушка. Я не знаю, как вам видно. Камера ломает по-своему. Но это... Это красиво. Вот реально вот это красиво. Потому что ребро. Потому что правильно сделан. И ещё почему. И потому что тут будет спойлер стоять. Вот если бы спойлера не было, обязательно где-то что-то досмотрелось бы. Ну, знаете, такое. Эх, бы доделать, а уже нельзя. Потому что потянется или дырку протрёшь. Тут же будет стоять спойлер. И хоть так бери, отдавай. Как обычно. Не западло. Но вот хорошо, что всё получилось. Сейчас прифигачим сюда спойлер. Приклеим наклейки. Помоем. И посмотрим на готовый результат. Ну, вот и всё. Готово. Переходики тут с краю. Видеть нереально. Под спойлером всё. Понравилась очень мне машинка. Я с той стороны дополировал. Тут по багажничку. Я прям ей по плоскости чик-чик подтираю. Гораздо быстрее идёт полировка. Поэтому эту машинку вы ещё увидите на канале. На неё будет отдельный обзор. Потому что машинка реально стоящая. Внимание. Ну, как бы вот. Тут у нас крылья деланы. Встык. И передний бампер с ноздрями. И нижние накладки. По переходам. Из того, что хочется сказать. Старайтесь, если делаете переходы. Допустим, вот это ребро. Уже в конце стрёмное для создания перехода. В принципе, можно сделать и в него. Но если нет варианта какого-либо ребра рядом. Старайтесь тянуть. Если не нужно. То на самую узкую часть стойки где-нибудь. Либо же я, допустим, в последнее время делаю так. Если я вижу, что мне аж до сюда надо делать переход по заднему крылу. А стойки остаётся тут метр. Я залачу всю стойку целиком. Это будет надёжней, быстрее и отчасти проще. Почему быстрее? Пока вы тут замотаете себе под переход. Парашютик отклеить, выклеить, ещё что-то сделать. Мотанули серый скотч Брайтон. Всё. Всю стойку заклеили. Там крыло. Тут от стекла. Тут от двери. На отворот наклеили скотч. Всё. Залачили. И ничего не полируйте. Никаких переходов. У вас нет риска, что потянется зона перехода, поплывёт. Дырку протрють. Ещё что-то сделать. То есть, по факту, залачить всю стойку получается быстрее, нежели сделать переход. Но в этом случае, то есть, под ребро это можно спокойно делать. Никакой опасности в этом нет. То есть, всё будет, в принципе, нормально. Потому что ребро заканчивается. До самого Кулафора. Такие вот дела. Всё. Всем спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, пишем их в комментарии. А мы тут закончили. Всем пока. Пока! На примере. Пока! Пока! Продолжение следует...